В итоге любая очередь, будь то за колбасой в дефицитные советские, к врачу или на паспортном контроле, всегда отражение времени и событий. Очередь на пограничном контрольно-пропускном пункте Лачин, на условной азербайджано-армянской границе, лакмусовая бумажка всего происходящего по обе стороны кордона, отражение результатов переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, историческая хроника в лицах. Решение открыть контрольно-пропускной пункт на условной границе в начале Лачинской дороги было озвучено на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент Азербайджана предложил установить КПП, чтобы укрепить доверие между двумя странами, обеспечить прозрачное использование этой дороги в соответствии с целями и задачами трехсторонней декларации. Ведь ни для кого не секрет, что армянские сепаратисты использовали дорогу совсем не в гуманитарных целях. По ней перевозили оружие, боеприпасы, живую силу, а так быть не должно. Предложение президента Азербайджана мировое сообщество приняло положительно. И месяц спустя, 23 апреля в 12.00 подразделениями Госпогранслужбы был установлен пограничный пункт пропуска в начале трассы Лачин-Ангянди на суверенной территории Азербайджана. Поток желающих проехать через ППП увеличился после майского раунда переговоров по мирному соглашению, когда в Брюсселе лидеры Азербайджана и Армении подтвердили приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года и неприкосновенность территорий. Впрочем, неуклюжее выступление армянского премьера в Москве 22 мая некоторых ввел в заблуждение, что еще можно что-то изменить. И 15 июня армяне учинили провокацию на Лачинском ППП. В результате был ранен азербайджанский пограничник. Пропускной пункт приостановил свою работу. А когда возобновил, то началось как в стихотворении Корнея Чуковского. И медведя на велосипеде, и комарики на воздушном шарике, и жаба на метле. Дети и старики, одинокие и с семьями, спортсмены, болельщики, градоначальники и их супруги, клоуны и палачи. 29 июля на ППП Лачин появился немолодой, лет 70, близорукий мужчина. Вот этот. Он пытался проехать в Армению под видом медицинской эвакуации, однако был задержан. Ведь военные преступления не имеют срока годности. И совсем скоро Багив Хачатрян наконец-то предстанет перед судом. Этому аресту предшествовал ряд важных событий. 7 июля Международный суд ООН отклонил ходатайство Армении о якобы незаконном размещении ППП Лачин. 11 июля в машинах Международного комитета Красного Креста армяне попытались провести контрабанду. 14 июля пожилая армянка из Карабаха на ППП Лачин от всего сердца поблагодарила доблестных азербайджанских пограничников за помощь. 15 состоялась еще одна встреча в Брюсселе. А 26-го Ереван направил для голодающих карабахских армян колонну Фур-Спайка. Тему гуманитарного кризиса в Ханки-Анди и других населенных пунктах в зоне временной ответственности РМК Ереван и Сочувствующие начали нагнетать еще в июне. Так называемую гум-помощь отправили в Карабахский экономический район без согласования с Баку. То есть фактически хотели зайти в гости без предупреждения. В грязных тапках, с котом в мешке. Ведь до сих пор публично не продемонстрировано, что именно было в этих самых фурах. Да и кроме того, известно же, что никакого голода в Ханки-Анди не было. В этом наши корреспонденты убедились, сделав всего лишь один звонок. А по меню все есть, да? Как бы не опозорюсь перед гостями. Ну да, есть, да, да, все есть. Все, спасибо большое. После того, как очередная попытка Армении использовать площадку Совбеза ООН для антиазербайджанской акции провалилась, на ППП Лачин появились армянские спортсмены. Те самые, которые оскорбили флаг Азербайджанской республики. Их задержали. Через 10 дней после публичных извинений и слова благодарности за проявленное милосердие отпустили, то есть депортировали. Тем временем в Ереване росла волна антиправительственных протестов, а в приграничных районах военное напряжение. Большинство армянских провокаций азербайджанская армия пресекала. Однако мирные армянские жители Карабаха слушали армянское радио и, соответственно, дезинформацию. Хотя многие, особенно те, кто постарше, не только понимают, но и отлично говорят на азербайджанском. Вот хотя бы как этот мужчина. В начале сентября на ППП «Лачин» появилась женщина с двумя детьми. В ней армяне узнали супругу мэра-самозванца Ханки-Анди. Да-да, все смотрят азербайджанские телеканалы, на которых показывали и показывают, как работает лачинский ППП. Количество выезжающих множилось, а Пашинян сел за телефон. За один день, 9 сентября, армянский премьер сделал пять звонков. Макрону, Шольцу, Раиси, Блинкину, Дорибашвили. А вот Путину не дозвонился. Я вам перезвоню. Я занят сейчас. Владимир Владимирович трубку не брал, на телеграммы не отвечал. Зато в понедельник 11-го на свежих кадрах с ППП «Лачин» еще одна очередь. Посмотрите. Называли себя студентами, а стояли, как в шеренге, и двигались, как стройсолдат по плацу. Накануне 10-го самозванцы в Карабахе провели так называемые выборы главы несуществующего государства, которые мировая общественность, конечно, не признала. Но сепаратисты все равно бурно праздновали. Стреляли, рыли новые траншеи, использовали собак-камикадзе для попытки совершить теракт. Невероятно, но факт. Проведя антитеррористические мероприятия локального характера и восстановив свою территориальную целостность менее чем за сутки, Азербайджан снова открыл проезд через Лачинский пограничный пункт. И ни одному армянину, который извил желание проехать, препятствий не чинил. Преступники, те, кто незаконно пересекали границу, главари сепаратистской хунты, объявленный им розыск, конечно, не в счет. Музыка Многие покидающие Карабах, владея азербайджанским языком, признавались, что совсем не хотят оставаться и принимать азербайджанское гражданство. Хотя 30 лет назад жили с азербайджанцами дружно, делили хлеб. А потом, пусть и не лично, но промолчав и поддержав, изгнали миллион азербайджанцев из родных мест. Теперь, после деоккупации, когда началась программа «Великое возвращение», совершенно непонятно, как смотреть в глаза потомков тех, кого изгнали, замучили, убили. В итоге, любая очередь – это зеркало настоящего, с яркими отблесками прошлого. ППП «Лачин» продолжит свою работу, потому что, несмотря и вопреки, многие армяне, покидая Азербайджан, признавались, мы не прочь вернуться, когда все успокоится. А Азербайджан примет каждого, кто готов жить по законам страны.